Так, ну что, давайте приступим. PMP-сертификация, она действительно радикально меняется. Судя по тому, что сейчас информация доступна, ну, в общем, если бы посмотрели, там, PMP-сертификация, они же ее выдают дозированно, в лучших традициях маркетинга, чтобы поддерживать интерес. Ну, в общем, вот вчера, кстати, этот PMP-шный гендиректор этот Сунил тоже что-то на эту тему говорил, но у меня еще пока не было времени посмотреть. Вот, так что давайте поговорим, что есть. Ну, с кем не знакомым, меня зовут Данил. Всякие регалии все видите, это сейчас не столь важно. Почему они меняют? Как они обосновывают, что за вот сколько там, 50 лет, которые в этом году торжественно все отметили в PMP-е, много чего менялось, менялся мир, появляются разные новые методы, новые технологии, соответственно, меняются формы ведения проектов, меняются модели, меняется роль PMP-а, требования к компетенциям и так далее, и так далее. Это вот такое все некое базовое обоснование, что, наверное, отчасти правда. Ну, вот проводили они всяко разные опросы. Я честно скажу, все эти опросы, я думаю, все, кто участвовал, прекрасно понимают им цену. Ну, опять же, плюс-минус, да. Вот, тем не менее, что они показывают, хотя бы на что можно опереться. Что по так называемым традиционным моделям, я, в общем, терпеть не могу это слово, потому что сколько там этим традициям лет, глупости все эти традиционные. Речь, конечно, идет там о водопаде по этапному планированию, то есть такое вот четкое планирование и ведение. Ну, где-то примерно 45%, то есть около половины работает. Ну, понятно, что PMI-овская среда – это не среда agile, скрама, поэтому здесь доля agile, скрама существенно меньше, чем, наверное, в реалиях. Хотя, ну, опять же, вроде бы они, видите, как говорят, что здесь там agile практиков тоже учитывали. На самом деле, конечно, сейчас абсолютное большинство проектов, кто сталкивается, ну, если вы планируете PMI, то наверняка сталкивается. Проекты, конечно, гибридные, нету давно никакого чистого водопада, никакого нечистого agile, нету. Любой нормальный PM ведет проект, комбинируя методики, исходя из текущей ситуации, команды, требований, там, и так далее, и так далее. Ну, вот, собственно, исходя из этого, уже ближе к экзамену, что пересматривается в экзамене? Ну, треугольник компетенции вы все наверняка знаете. Продление компетенций PMI, у кого таковые есть, уже давно, уже сколько, с 15-го, по-моему, года идет, или с 16-го, по треугольнику компетенции. А теперь, собственно, и получение PMI тоже будет строиться в разрезе вот этих компетенций, технических навыков, навыков работы с людьми, то, что называются, мягкие навыки, и в меньшей части, сейчас тоже все подробнее поговорим, навыков стратегических, то есть умение увязать ведение проектов с задачами компании, организации, бизнеса и так далее. Причем, когда речь идет именно о технических навыках, ну, под техникой, я думаю, вы все помните, что понимается, что подразумевается, это не техника, в смысле, там, с проектом или там с битриксом работать, а инструменты управления проектом, да. Так вот, здесь будут учитываться, учитываться, как вы видите, все три компонента, или три модели ведения проектов, и предиктивные, и гибкие, и гибридные. Причем, причем, на экзамене, это уже, как вы видите, вполне анонсировано, будет три домена, собственно, соответственно, люди, процессы и бизнес. Процессы, это как раз технические навыки, методологические люди, это soft skills, и бизнес, это, соответственно, стратегические навыки. По методологическим, что вот очень интересно, обратите внимание, разбиение, доля вопросов в зависимости от методологии, 50% эффективные, эффективные, соответственно, 23 и 27 гибридные. Ну, то есть, вроде они как будут, вот это, по данным опросов, то, что выявлено, примерно соблюдать. Соответственно, значит, кандидаты, кто уже будет выходить на экзамен после первого июля, ну, или, точнее говоря, начиная с первого июля, значит, нужно быть готовыми к тому, что, соответственно, будут вопросы и по предиктивным, и по гибким, и по их комбинации. Что поменяется в заявке? Заявку, ну, новую форму мы еще не видели, но, исходя из того, что анонсируют, заявка, судя по всему, существенно упростится. Что, на мой взгляд, наверное, не очень хорошо, все-таки заявка традиционно служила фильтром фактически первой ступенью экзамена, да. Вот кто уже пробовал заполнять заявки, действительно, задача, такая, совершенно нетривиальная, нужно описывать свой опыт и так далее. Сейчас они описание опыта сохраняют, но в чем упрощение? Те, кто сдают до первого июля и описывают в такой уже сложившейся манере, там нужно свой проектный опыт указывать в разрезе доменов, то есть инициация, планирование, мониторинг, контроль, исполнение, запрытие. В новой версии разделения по доменам не будет. Почему так сделали, не знаю, и внятных объяснений нет, можем предполагать, что это связано, опять же, с agile, но будет просто общее описание проекта. Причем добавится идентификация примененных методологий, то есть кандидат должен будет указывать для каждого подаваемого в заявке проекта какую методологию он использовал, то есть иди в agile или гибриде. И вот еще одно упрощение, на мой взгляд, опять же, потом посмотрим, меньше свободных форм. То есть все-таки если сейчас достаточно большое количество информации заполняется в свободной форме и как некое описательное, они говорят, что будет меньше, то есть нужно, как обычно, просто выбирать из выпадающих списков. Вот. что добавляется результаты проекта, влияние результатов проекта на бизнесе. То, чего сейчас нет, ну, собственно, логично с добавлением вот этого стратегического домена, ну, естественно, кандидат должен показать, что он понимает, как его проект влиял в целом на работу компании. Это вот, что касается изменений заявок. теперь, как будут распределяться, как будут распределяться вопросы? Вопросы, ну, в разрезе методологии мы уже сказали, а вот теперь в разрезе вот этих вот трех так называемых доменов люди, процессы, бизнес, окружение. Почти поровну распределяться будут вопросы по управлению командой проекта, причем вот здесь тоже обратите внимание, видите, из этих 42%, 21%, да, то есть сохраняем общую пропорцию, это управление командой в предиктивных водопадных проектах, да, это когда PM именно руководитель, 10% вопросов это связано с управлением командой в гибких agile проектах, это концепция, которая сейчас хорошо известна ну то, что называется там лидер-слуга, да, или поддерживающий лидер, и соответственно 11% гибридных. Аналогично по разрезу процессов, который самый крупный составляет 50%, ну соответственно здесь аналогичное разбиение, ну понятно здесь, что в agile процессов существенно меньше, поэтому достаточно очевидно, что и вопросов меньше. Ну и бизнес-окружение, явно видите, увязка со стратегическими целями, да, она появляется, но пока это, ну давайте так, если 200 вопросов, значит на бизнес-окружение сколько 16, получается вопрос, то есть наименьшая доля, ну тем не менее понимание, понимание требуется. теперь давайте немножко пройдемся по этим доменам. 42% вопросов в домене люди, связано с областью управления человеческими ресурсами проекта, ну если помните в PMBOK'е сейчас нету области знания управления человеческими ресурсами, есть просто область знания управления ресурсами, да, человеческие это один из ресурсов. Вот то, о чем я говорил лидерские компетенции очень усиливаются, вот, и взаимодействие со стейкхолдерами, руководство, бизнес, заказчики и так далее. Собственно, вот Алексей, вы спрашиваете, вот это и значит раздел люди, это и значит раздел люди, умение выстраивать взаимодействие с людьми в команде, по горизонтали с функциональными подразделениями, с внешними какими-то подрядчиками. Это раздел экзамена. Я чуть дальше скажу, я догадываюсь, Алексей, откуда ваш вопрос, экзамен от ПМБОКа отходит еще дальше, мы об этом сейчас тоже скажем. Сейчас официально уже утверждается, что ПМБОК не является основой для экзамена, для сдачи экзамена. Соответственно, ну про это скажем, сейчас чуть подробнее дальше. Домен процессы, домен процессы, оценка бизнес-ценности, управление изменениями, вот то, что появляется нового чего-нибо, это правильность выбора методологии ведения проекта. На самом деле, кто вот если, сейчас полный список не вижу, естественно, если кто у меня где-то вот в течение последних лет полутора на курсах был, особенно базовых, то мы как раз этому уделяем, ну у меня или может там у моих коллег, вот у Елены Павлова и Марине Пириллиной, мы уделяем как раз очень большое внимание тому, что как вот в том же ПМБОКе, в Agile Guide, да просто из здравого смысла, из логики, в зависимости от окружения проекта, от условий его реализации, какая методология ведения лучше подходит, да, то есть когда выбирать с упором на предиктивные, с упором на инкрементные модели, когда с упором на итеративные, когда Agile, когда вообще проекты Аканбат, вот, и усиливается раздел, они в общем это декларируют тоже года с 13-го, все усиливают, 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 это lessons learned, распространение знаний в области управления проектами внутри компании, между командой, инструменты с этим связаны, важность, возможные ошибки и так далее. Ну, бизнес-среда, собственно, количество вопросов небольшое, какие темы будут затронуты, соответствие с стандартом регулирования любым, национальным, индустриальным, внутрикорпоративным, фокус на предоставлении ценностей, ну, здесь, я думаю, еще принципиально нового, проект должен создавать что-то полезное, а не быть реализованным сам для себя. вот что явно не было, это вопросы интеграции твоего проекта как PM с другими проектами, то есть вопрос кросс-проектного взаимодействия и усиливается роль управления изменением. Хотя, ну, тут немножко для меня пока из имеющихся открытых источников стран, ну, нет четкого понимания и разделения, что change management это ведь и в домене процессы он очень сильно присутствует и вот в бизнес-домене, ну, понятно, что в бизнес-домене так можно догадаться, наверное, но пока это догадки, что это изменения, идущие откуда-то извне, в процессах это с точки зрения выстраивания процессов, но понятно, что это вещи взаимосвязаны, ну, вот пока так. Вот, и вот теперь, собственно, то, о чем я сказал, что чуть попозже поговорим, вот чуть попозже, значит, официально утверждается, что при подготовке к экзамену тут, с одной стороны, нет ничего принципиально нового, но вот акценты очень смещены, нужно ориентироваться не на PMBOK, а на документ Content Outline. Вот, я надеюсь, что на сайте PMI его все видели, вот, он находится как раз в разделе экзаменов, значит, что такое Content Outline, то есть, буквально, это содержание экзамена, буквально, это содержание экзамена. Да, ну, сейчас, если давайте быстренько на сайт зайдем, не логиниться даже, где у нас тут сертификации, Project Management Professional, вот он, Exam Content Outline, это свободно распространяемый документ, кто готовится, однозначно, его нужно загрузить и смотреть, что там есть. Я вот здесь сделал вырезку, чем Content Outline для новой версии экзамена отличается, он гораздо более детально привязывает типы задач и их описывает, ну, то есть, вот прямо так будет, Task 8, да, Content Outline, что кандидат должен уметь, определять, приоритизировать требования, создавать иерархическую структуру работ или backlog, мониторить и проверять scope проекта. Scope проекта. И вот так по всем задачам детально ответы правильные берутся не только из PMBOK, прямо идет отсылка на лучшие индустриальные практики. Что эта отсылка значит, это, конечно, отдельный вопрос, на который, наверное, нет однозначного ответа. То, что PMI считает лучшими практиками. Поэтому PMBOK сейчас только один из инструментов подготовки. Ну, собственно, он таковой уже давно, но сейчас его роль еще больше уменьшается. И поэтому для того, чтобы понять, что будет на экзамене, обязательно загружайте он outline по всем вот таким задачам, прямо как outline, да, и содержание, прямо нужно смотреть, отслеживать, отсматривать, что там будет. Ну, давайте сделаем маленькую паузу на вопросы и ответы, а потом уже перейдем к типам вопросов. Алексей, можете голосом, вы пишите, почему change management новое в домене процессы? Я вроде такого не говорил. А там у вас, здрасте, Данил, там у вас написано в презентации что-то новое. Где? change management в домене бизнес-среда, да, но не в домене люди. вот, предыдущий слайд. Так, и где здесь change management? Нет, в домене процесса, в домене процесса. Вот. А, вот этот, хороший вопрос, даже не обратил внимания. Да нет, конечно, это не новое. Это из их официальной презентации в данном случае взято. Видите, эти слайды. Да нет, change management, конечно, не новый. Другое дело, что подход, возможно, они имеют в виду, с учетом, что достаточно активно продвигается agile, что подход к управлению изменениями в предиктивных и в agile проектах противоположны. Это вот как раз одна из задач кандидата. То, что мы видели тут на смежных слайдах, как раз разобраться, какую методологию лучше применять, ну а что значит лучше применять, а в том числе одно из радикальных отличий, это как раз принципиально разный подход к управлению изменениями. Да, если проект по agile идет, то мы изменения ищем, мы к ним готовы, если по водопаду, то ну тут все традиционно изменениям, надо стараться сопротивляться, если это только не нарушает интересы заказчика. Так, коллеги, еще какие вопросы, пожалуйста, если что, вы себе можете микрофончик сами там включить, в принципе, я никого не мьютил принудительно, вот, если нет, давайте пойдем дальше. Что еще меняется, меняются типы вопросов, Роман, вопрос вижу, это в конце давайте обсудим. Если сейчас все 200 вопросов строятся абсолютно по одному принципу, это вопрос, у вопроса четыре варианта ответа, ну понятно, что и вопрос является бизнес-кейсом, и каждый вариант ответа является, ну тоже не кейсом, как действует ситуация, то в новой версии будет четыре типа вопросов, то есть вот выбор ответа это тот самый, вот тут я бы уже сказал, да, традиционный, сколько существует PMP, это выбор одного правильного варианта из четырех, он остается, но помимо этого, типа будут еще другие типы вопросов, на сопоставление, выбор области на картинке, и решение кейса, о чем речь, ну выбор варианта ответа, тут в общем все довольно очевидно, единственное, что, как они говорят, поменяется, и вот тут я, честно говоря, у меня нет однозначного мнения, хорошо это или плохо, значит, они обещают, что теперь экзамен будет сдаваться на родном национальном языке, именно сдаваться, потому что если до сих пор, ну я думаю большинство из вас знает, мы экзамен всегда сдавали на английском, а русский заказываем только как перевод, ну окончательный выбор все равно делается на английском языке. В общем, всегда все, кто сдавал, все, кто готовил, дают однозначную рекомендацию, какую, что язык надо знать, потому что все-таки нюансы вот трактовки очень многих терминов, они могут сбить стол. соответственно, когда выйдет версия, в нашем случае понятно, на русском языке, это они вот демонстрировали тоже на официальной презентации, по-моему, испанский, что ли, что-то сюда, вот, то ли испанский, то ли португальский, что-то такое, да, я не знаю, хорошо это или плохо, будет больше плюсов или больше минусов, то есть понятно, то, что восприятие на родном языке более быстрое, это очевидно, но мы это всегда могли получить просто банально заказав перевод при регистрации на экзамен, когда мы там ставим эту галочку заказать перевод, ну и прекрасно читаешь на родном языке, чтобы быстро схватить ситуацию. Но зато ты на английском можешь, как на языке оригинала, подстраховаться вот с точки зрения терминологии. Как-то будет сейчас сложно, с одной стороны, вроде, да, проще, нужно только на одном, там, на своем языке, с другой стороны, как будет вот с трактовкой всяких терминов, бог ведает. Тут пока не увидим, ничего толком не скажем, надо будет посмотреть. Следующий тип вопросов, вопросы на сопоставление. В принципе, в самом типе вопроса, разумеется, ничего нового нет, просто теперь такой вид будет и на PMP-шном экзамене. А вот, собственно, пример, допустим, две, два множества, две группы каких-то там данных, их между собой надо, значит, сопоставить, что чему соответствует или что куда входит и так далее. Ну, с моей точки зрения, наверное, это правильно, потому что подобные вопросы на сопоставление помогают расширить охват с точки зрения оценки кандидатом понимания, то есть не просто зубрежка выбери правильно, а понимать, что куда входит, как взаимодействовать. Наверное, это неплохо. Неплохо именно с точки зрения того, что это качественная оценка кандидата, не с точки зрения, что это легче сдать, а именно с точки зрения того, что, ну, все-таки, давайте честно скажем, PMP развелось столько, что как бы это уже не приводило к постепенному обесцениванию. Да, там, 800 тысяч в мире. Вот. Но это у PMI вечная резиновая гармошка. То у них бизнес они расширяют, чтобы сдавали, потом подрывается ценность, и начинают прикручивать гайки. Ну, вот. Но с этой точки зрения мне кажется, правильно сейчас это делается. Все-таки мы вкладываем достаточно большой свой ресурс и временной в первую очередь, и интеллектуальный, да, и денежный. Вот. В общем, конечно, хотелось бы, чтобы все это ценилось. Следующий тип вопросов выбора области тоже, естественно, как тип вопроса ничего здесь принципиально нового нет, кроме того, что вот PMI тоже добавил. Вот пример, который на этой вводной установочной презентации показывали. Может быть, некий график, может быть, какой-то бизнес-процесс записан. И в качестве ответа на вопрос нужно что сделать? Выбрать на этом рисунке правильную область. Ну, здесь представлен какой-то вопрос, связанный с S-образной диаграммой базового плана по стоимости. Кликните по области, где цена наибольшим образом возрастает. Ну, понятно, что этих простых вопросов не будет, разумеется, более чем выбрать какую-то область, которая отвечает требованиям. Ну, да. И, наконец, вот, пожалуй, опять же, на мой взгляд, разумеется, на мой взгляд, самый интересный, самый полезный с точки зрения проверки кандидата, но и самый сложный, это дать ответ на основе бизнес-кейсов. То есть, будут бизнес-кейсы с видео, аудио и сопровождаемые транскриптом, ну, то есть, текстом, да. То есть, кандидат смотрит вот некую бизнес-ситуацию, уже не просто описанную, а вот как некую такую динамику, да, там с голосом и прочим, может прочитать транскрипт и, соответственно, выбирает ответ. Да, это также будет выбор одного из четырех, но вот на основе некой такой разыгранной бизнес-ситуации, сценки и так далее. Вот такие будут теперь четыре типа вопросов. Коллеги, пожалуйста, тоже микропауза, если какие-то есть вопросы. Ну, да, аудио, да, похоже, как там на TOEFL, на IELTS. Ну, Алексей, смотрите, аудио на русском или на английском, скажем так, про аудио напрямую ничего не говорилось, но исходя из утверждения, что экзамен будет сдаваться на национальном родном языке, ну, наверное, аудио тоже должно быть на русском, естественно. Как бы, я себе плохо представляю, что вопросы на русском, а вот аудио ты должен слушать на английском, но это уже как-то там маловероятно. ну, поэтому, нет, я, по крайней мере, это однозначно трактовал, это утверждение, что экзамен будет на национальном родном языке каждого кандидата по его выбору. Все. Значит, весь состав экзамена должен быть на этом языке. Вот. Значит, Роман, стоит ли сдавать до изменений или готовится сдавать после? Ну, тут смотрите, да, это всегдашний вопрос, значит, полгода остается, да, там, полгода и две недели. То есть, последний день, когда можно сдать по текущей версии экзамена, 30 июня, первый день, когда можно сдать по новой версии экзамена, соответственно, 1 июня. За полгода подготовиться, конечно, можно. Вот. Ну, с кем мы уже сталкивались по этой тематике, там, на курсах, на всяких конференциях, вы мою позицию знаете. Для подготовки к экзамену нужно чистыми где-то 350-400 часов чистого времени. Вот. Все остальное, там, рассказы, что пройдя наш интенсивный курс, вы будете готовы сдавать экзамен, это, извините, не буду говорить, что. То запись пойдет в эфир, мне скажут, что я употребляю неприличное выражение. Там, плюс-минус, разброс, естественно, зависит от опыта кандидата и так далее. Когда я говорю 350-400 часов, речь идет о чем? Потому что человек имеет опыт управления в проектах, имеет базовые знания о PMBOK, ну, то есть там, пролистал PMBOK, даже не прочитал, пролистал или посетил какой-то вот базовый курс по управлению проектом, то есть общую структуру. Человек себе представляет. Вот от этого базового минимума, свой опыт плюс некое общее понимание PMBOK, нужно где-то 350-400 часов. Понятно, что если вы уже в процессе подготовки, то, естественно, за вычетом. Что такое 350-400 часов, если мы скажем, это сколько? Это где-то два с половиной месяца. Но чистого времени. Чистого времени. Кто уже в процессе подготовки, тем, конечно, проще. Те, кто уже в процессе подготовки и кто реалистично готов, ну, не готов еще, может быть, но реалистично успевает подготовиться, я, конечно, буду советовать успеть сдать по старой версии. Это и по PMI-евским экзаменам, там, и по Айтеловским, ну, я про свое говорю, про то, с чем я сталкивался. Это всегда все общее. Все эти люди, которые нас учат правильно ковыряться в носу, они такие же люди. Поэтому любое изменение, в том числе изменение экзамена, всегда приводит к какому-то периоду турбулентности. Собственно, PMI-ники, чем молодцы, за что им в данном цикле изменений респект, они предлагают участвовать в пилотном экзамене. То есть, они заранее прогнозируют, что будут какие-то сложности. Собственно, они у них всегда и бывают. Кто там давно в теме, знают, что особенно в 15-м году смена версии с пятерки на шестерку в 17-м прошла довольно гладко, смена экзамена. А вот в 15-м, когда они же, видите, экзамен меняют в два раза чаще, чем PMBOK. То есть, один раз экзамен меняется с выходом новой версии PMBOK, а один раз последний. Вот сейчас как раз смена последняя. Вот когда пять лет назад в 15-м году меняли экзамен, там страшные вещи были. Там месяца три штормило всех, была куча апелляций, были замороженные рассмотрения, изменения результатов по результатам апелляций. В общем, там трэш дворец. Видимо, они извлекли уроки, и вот в 17-м году все прошло достаточно гладко, никакого трэша замечено не было. Тем не менее, как на случай тот же PMBOK, фазу шторма никто не отменял. поэтому, ежели вы реально только подчет готовы, бегом-бегом, лишь бы успеть, успеваете подготовиться, то есть вы оцениваете свой текущий уровень готовности, там, подавали вот эти пробные тесты, курс тот же самый по стиле, попоняли, как готовиться, понимаете, свою рабочую загрузку, домашнюю загрузку, сколько вы можете уделять, там, час в день, когда идти на работу или может быть больше времени, то есть в общем, то, конечно, лучше сдать стабильную версию. Тем более, что еще раз подчеркну, изменения радикальные, понимаете, вот мы сегодня говорим новая версия, новая версия, нужно понимать, что, допустим, когда третья версия экзамена менялась на четвертую, ну, третья версия PMBOK менялась на четвертую версию, PMBOK, соответственно, менялся экзамен. Версия PMBOK менялась, структура экзамена не менялась, это был все равно экзамен, как в разрезе инициация, планирование, мониторинг, контроль, исполнение, закрытие и потом, ну, в третьей версии сколько там их было, девять областей знаний, в четвертой стало десять, суть от этого не меняется. Ну, да, новые понятия, но все это подготовится, но все равно. А сейчас, вот то, что вы видели в первой части сейчас в моей презентации, меняется сама структура, не будет теперь этих недоменов инициации и прочего, не будет областей знаний, будет только вот эти три, ну, тоже их назвали домены, да, только теперь это люди, процессы, бизнесы, в каждом из доменов свои там типовые, ну, как вот, контент вопросов, то есть, как это будет выглядеть, мы пока не знаем, поэтому вот такая рекомендация, но с другой точки зрения, что показал мой данный скучный опыт как тренера ровно вот трехлетней давности, то есть, вот как раз при переходе с версии экзамена PMBOKA с пятого на шестой, те же самые были, естественно, вопросы, и сразу несколько моих очень хороших коллег, знакомых поторопились, то есть, решили успеть вроде бы правильно сдать до, вот это вот чуть-чуть поторопилась, привело к тому, что они не сдали и были все равно потом вынуждены брать вторую попытку, она все равно была по новой версии, к счастью, все молодцы, все сдали, но, как говорится, устроили себе немножко вот лишнюю сдачу с лишними нервами и чуть-чуть лишними деньгами, вот поэтому, резюмируя все это многословие, оценить свои силы трезво, специально гнать, лишь бы успеть, не надо, если реалистично успеваете, лучше успеть, понимаете, если вот у вас, допустим, будет выбор, я не знаю, условно говоря, на майские праздники поехать развеяться или на майские праздники усиленно подготовиться, вот я бы все-таки советовал усиленно подготовиться, а если вы такие, ой, на флажке, ой, мне еще неделю бы, я бы 10 июля подготовился, не надо, тогда лучше другая тактика, не быть подопытным кроликом, тихо, спокойно, 3-4 месяца, вот как раз лето, июль, август, сентябрь, выждать, посмотреть на фидбэки, на опыт, появятся всякие тестовые экзамены, спокойно тогда сдавать день там ноябрь, октябрь, декабрь, следующего года, то есть вот так, пилотный экзамен, Алексей, он идет за счет квалификации, только отличие, видите, в чем результаты не немедленно, а они в течение месяца, в течение 30 дней рассматриваются, в течение 30 дней рассматриваются, и кандидат о результатах узнает уже как бы заочно. По цене дисконта сейчас, извините, ничего сказать не могу, пока не видел. они все время меняют информацию, я говорю, что вот Сунил Прочан вчера еще буквально давал большую пресс-конференцию, как вот угадал к нашему семинару, я посмотрю тоже тогда на сайте у себя какую-то выжимку сделаю, может быть, появится где-то уже информация вскоре по стоимости, но тут, как говорится, следим, следим. Ну и некоторые наиболее частые вопросы, давайте еще посмотрим, которые вот как раз приводили вот в этой официальной презентации о смене экзамена. Ну, то, что ориентироваться нужно в основном на контент-аутлайна PMBOK, Agile Practice Guide, и видите, какая-то очень интересная отсылка, отсылки на третью сторону. Ну, на самом деле этого сильно пугаться не надо, они вот здесь на сайте периодически ссылки публикуют, то есть вот review tips, resources, ссылки на ресурс, на частые вопросы, то есть вот сюда на эту страничку посматривать надо регулярно, они, ну, опять же, поскольку экзамен готовится еще только, она сейчас достаточно активно, достаточно активно обновляется, вся страничка. Вот, ну, то, что PMP и ACP не пересекаются, они подтверждают, то есть кто там ACP, то есть, ну, Agile Certified Professional, эта сертификация как бы остается жить. Ну, вот тоже, да, действительно вопрос такой немаловажный, если у человека опыт в крупных проектах, нет опыта в Agile, ну, тут, как говорится, как со всеми кандидатами, как мы всегда говорим, если у тебя опыт там войти в небольших проектах, ну, тебе будет чуть сложнее, нужно понять, как работают крупные проекты. теперь вот, что называется, ала верды прилетела. Те, кто у кого в крупных промышленных производственных проектах, придется понимать, как работает тот самый Agile, который, например, для их отрасли не применим. Ну, вот охват. Профессионал должен понимать, по крайней мере, все. Вот. Вот, собственно, наверное, и все, значит, основные ключевые выводы. Экзамен практически, вот то, что я несколько раз говорил, вот, собственно, не только PMBOK, не только Agile Practice Guide основываться на Content Outline. Алексей, да, вижу вашу вторую часть вопроса. Считается ли пилотный экзамен зачетным? Да, конечно, считается. Вот, я думал, что я на это ответил. Вот. Ну, собственно, мы тоже готовим, вот в январе будет вот этот наш курс, как готовиться к сертификации двухдневной, именно как готовиться, да. Ну, вот вся информация новая туда тоже будет включена. Значит, соответственно, вот тоже продолжая отчасти вопрос Романа, мы на переходный период, соответственно, тоже будем, тоже будем строить вот план подготовки, вот этот тренинг по подготовке, исходя из обоих опций, потому что, ну, понятно, с января до конца июня достаточно много кандидатов еще вполне могут успеть, поэтому будет информация, вот, ну и будет уже добавляться вот новая информация для тех, кто планирует на будущее. Единственное, чего пока в достаточных объемах нет, это, конечно, вот вопросов новых типов. Понятно, что они с самого PMI пока в разработке, поэтому получить какие-то там пробные тестовые версии пока, ну, пока, пока сложно. То есть, там какие-то вот демо есть, но не более, но не более того. Ну, вот, наверное, так. Насколько уменьшается влияние Рита? Алексей, ну, я не знаю, надо посмотреть, явно институт Малкахи, можно не сомневаться, что выпустит свою, какая у них там уже 10-ая будет, да, по-моему, по счету версия, вот, но тогда и надо смотреть. Они же тоже обновляются, можно смотреть на качество новой версии. Ну, Алексей, лично вы мою позицию, опять же, личную сугубо знаете, что в связи с, к сожалению, давней безвременной кончиной самой Риты, у меня все-таки, опять же, подчеркну, мое личное мнение в данном случае, я знаю, что очень многие с ним не согласны, что качество выпускаемых учебников Риты по подготовке к экзамену падает, то есть, как бы, ее, вот, личный задел постепенно проедается, вот, это мой взгляд на этот вопрос, но говорить о том, что нельзя пользоваться, нет, конечно, я такого не говорю, радикальное изменение, надо посмотреть, что институт Малкахи выпустит, пока не выпустили, что же мы будем оценивать, не знаю, не читал, но пользоваться не советую, ну, как-то это несерьезно будет, посмотрим, сколько будет длиться переходный период, не знаю, по-моему, три месяца, надо уточнить, нет, значит, есть ли возможность сдавать старый тип экзамен в переходный период, нет, опять же, имхо, нет, но это имхо, ну, может быть и нет, ну, давайте говорить честно, зачем вы все сдаете пемпи, вы хотите развивать свою карьеру, то есть для вас это инструмент, да, статус пемпи это инструмент, правильно, значит, любым инструментом надо пользоваться, как на случай, тот же пемпи, как рациональный, с минимальными затратами, эффективность и эффективность, вот, вот, моя сугубо личная точка зрения, результат надо лучше добиваться с минимальными затратами, потерями, времени, денег, всего, хочу, вот, поэтому, ну, опять же, это моя личная точка зрения, которая может не совпадать, так, коллеги, еще какие вопросы, пожалуйста, коллеги необходимых баллов, нет, баллов, на этот счет они ничего не меняют, то есть по-прежнему проходных баллов нет, это вот та формула, которая действует с 13-го года, что успешность экзамена оценивается на основе совокупности там бла-бла-бла-бла, там целых набора характеристик, показанных кандидатам в ходе сдачи экзаменов. Какая формула? Не будем фантазировать, мы не знаем, потому что в этой формуле присутствует термин вплоть до психофизических характеристик, там, вот, то есть, поэтому я здесь не хотел бы фантазировать, там очень сложная замороченная фраза, кому интересно, можете у меня на сайте за 2013 год найти оригинал и мою попытку перевода, она настолько замороченная, что я ее сам не помню. То есть, говоря русским языком, проходного единого балла нет, решение о успешности или неуспешности основывается на каком-то очень комплексном подходе их характеристик, причем это зависит от поведения кандидата на экзамен. Что значит от поведения? То есть, от того, какие варианты ответов, он на какие вопросы выбирает, поэтому, как это что влияет, это их тайна, это их вот как бы внутренний движок, на котором они зарабатывают, и мы этого знать не можем, поэтому, говорить, что есть какой-то х-проходной балл, мы не можем. Стандартная рекомендация для кандидатов при подготовке, если вы баллов 150 из 200 по-честному раза три подряд выбили, в общем, можете более-менее спокойно идти сдавать. Но это именно рекомендация для подготовки, как бы для самопроверки, но не более того. Потому что, я говорю, один из любимых случаев, который буквально произошел, по-моему, Алексей, кстати, напомните, вы же мне его, по-моему, и тогда про него рассказали, или кто-то вот из, в октябре, по-моему, прошлого года, два человека сдавали из одной компании одновременно, у одного-четыре модерет, upper-proficient, ну, то есть, выше среднего, у другого четыре модерет, один below-proficient. Так вот, сдал тот, у кого было below-proficient, а у кого было upper-proficient, не сдал. И почему, никто не знает, и они это не раскрывают. Поэтому, ну, вот так. Значит, так, по пересдаче, по времени и месту никаких изменений нет. Я единственно напомню об изменении, которое произошло с 1 июля 2019 года, что с 1 июля 2019 года можно теперь сдавать PMP не только в американском центре тестирования Ленинский проспект дом-1, но и во всех центрах тестирования прометри, в том числе и в специалисте в комплексе радио. Но это уже действует с 1 июля 2019 года, то есть география расширилась. Это изменение никакой информации о том, что будут меняться правила, связанные с регистрацией, временем, местом, ПДЮ. Нет, это ничего сейчас не меняется. А количество ПДЮ-то... Ну, это строго говоря, опять же, ПДЮ-то немножко такая, ПДЮ-то набирают уже обладатели PMP, а кандидаты набирают так называемые контактные часы, чтобы все-таки правильные термины использовать. ПДЮ-то уже по привычке говорят, формально кандидаты набирают контактные часы, нет, их точно так же 35, точно так же можно набирать, они должны набираться обучением, подаваться. Тут нет, в этой части ничего не меняется. Значит, сайты пока нет, вы же видите, Алексей, я думаю, что сайты будут все те же самые, там, U-certify, Udemy, да, пробные, да, тесты. Ну, давайте сейчас коллегам напишу, вам напишу на пробные, да, 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 где можно, их на самом деле довольно много, я просто называю те, которыми сам там по-разному вопросам пользуюсь, проверенные. Ну, да, 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 нет, ну, вы же знаете, PMP, которые, все-таки PMP существует давно, в общем, там по PMP все, что в топе, оно все достаточно надежно, но опять-таки посмотрим, как вот это вот радикальное изменение пройдет. Посмотрим, посмотрим. Вот, собственно, все, что буду знать, все, что буду знать, публиковать буду, коллеги, ну, на всякий случай, мой сайт, по-моему, большинство знает, собственно, презентация все там тоже будет, запись будет на сайте специалиста, канал телеграмовский, соответственно, то, что там, что все по мере обновления будет. Вот. Алексей, да, я же говорю, конечно, естественно, были ли, Кирилл, были ли сдачи в новых местах? Да, были с 1 июля, да, ну, крайней мере, насчет специалиста, я точно знаю, что, да, были и не одна, ну, собственно, проблем никаких нет, просто, ну, грубо говоря, дали разрешение, ну, и все, правила-то все те же самые, там, ничего проносить нельзя, там, все предъявить, сфотографироваться, то есть, правила-то они одни и те же, это просто сугубо удобство расширения, так сказать, географии и опции, потому что, кто, ну, понятно, вы все кандидаты, раз вас эта тема интересует, но, когда был только один американский центр тестирования, вот, там 8 посадочных мест, и понятно, что там кроме PMI-вских сдавали еще там и TOEFL, и ASSU, и что, что только там не сдавали, там нужно было за 2-3 недели записываться, потому что иначе, ну, просто банально можно было, ты хочешь зарегистрироваться, а там все места уже физически заняты, а сейчас, ну, вроде как, распределенность, и все. Нужно ли оставлять попытку пересдачи до сдачи нового экзамена? Ой, Алексей, давайте как-то лично спишемся, я понимаю, с чем связан ваш вопрос, не думаю, что это надо обсуждать публично, моя глобальная позиция, вот, я немножко разовью, отчасти сказал, упереться, подготовиться и сдать, все эти, понимаете, вот, когда ты себе оставляешь, лазейку на пересдачу, это ты себе пересдачу и закладываешь. На экзамен надо идти в одном состоянии, у меня нет вариантов, кроме как его сдать, другой опции не существует. Вот. Так что вот так. Так, коллеги, еще какие вопросы? Так, никого я не пропустил, тут кто в чате задавал. Сейчас пролистаю. Так, чтобы никого случайно не обидеть. Так, вроде, вроде никого. Вроде никого. Ну, коллеги, если вопросов нет, тогда спасибо. Всю информацию, тогда дальше, как говорится, следите за... Что буду узнавать, буду делиться, но здесь надо понимать, что мы все узнаем. Ну, понятно, как там специалист, registered education provider, официальный, поэтому, понятно, у нас доступ к информации чуть раньше, но все равно только официальная информация. Естественно, никакого инсайда нет. Поэтому, как что будут выдавать, так будем либо опубликовать, либо... Вот, ну, насчет ближайшей, кстати, даты курса, там, среди на января, сейчас я точно скажу, то, что я озвучивал. Ну, на сайте специально, ну, собственно, если на семинар записали, значит, как на сайте ориентироваться, знаете. Вот, путеводитель, вот он этот, где у нас... Подготовка. Вот он, подготовка. И подготовка, сейчас точные даты скажем. Да, ну, правильно, среди на января, да, 16-17. Вот, ну, смотрите, тоже, чтобы вы правильно ориентировались, что, что это такое, что это такое. Это тренинг двухдневный, именно о том, как готовиться к экзамену, как подавать заявку, как формировать вот это описание проекта, что поменяется, если мы до сих пор разбирали вот по 10 областям знаний, то теперь его, значит, ну, попробуем добавить вот еще в разрезе, ну, сколько к этому моменту будет информация, вот люди, процессы, бизнес. Ну, естественно, погонять пробные вопросы, ну, и в итоге, в общем, оценить, что вам грозит. На сайте специалиста там доступен будет после прохождения курса, ну, или не после, а начиная с момента прохождения, правильно сказать, пробный экзамен. Понятно, что у нас он пока полностью по текущей версии, по понятным причинам, но опять же, по мере появления будем обновлять. Пробник на сайте специалиста, он-то как раз по количеству попыток не ограничен, он, в общем, именно для того и сделан, чтобы можно было готовиться. Но вообще, конечно, чем пробников больше, тем лучше, поэтому... Пробник, он похож на реальный. Ну, собственно, в этом его задача и есть, да. А иначе зачем? Иначе зачем? Ну, для этого и есть, да. Так, хорошо. Он не попадался на сайте, он так мелько, да? Он доступен, на сайте специалиста, он доступен после прохождения любого курса из, вот, линейки управления проектами. Поэтому, если вы какой-то любой курс, там, неважно, базовый, или там, проект, или любой проходили, то он у вас должен быть в личном кабинете доступен. Ну, то есть, можно зайти, не обязательно, там, иметь высшую степень готовности, просто... Нет, наоборот, пробник, он для того и нужен, чтобы готовиться, когда у вас высшая степень готовности, вам этот пробник уже не нужен, естественно. Это именно для того, чтобы готовиться. Ну, вот так. Коллеги, еще вопросы? Ну, если нет, тогда спасибо. Спасибо всем. Все, запись, значит, там, в течение какого-то времени появится, ну, как обычно, пока загрузят. Она в личном кабинете? Нет, она на... Такие записи, вот, таких семинаров, они обычно... Ну, естественно, да, они обычно не в личном кабинете, а вот, знаете, где, либо на странице преподавателя, ну, точнее, на странице преподавателя, и вот, ну, где-то в тематическом, там же есть раздел видео, как вот это, YouTube-канал, вот там. Вот. Хорошо, да, Петр, спасибо, спасибо. Ну, все, тогда завершаем. Спасибо.